ДИЕГО Почему это? Мигель Анхель был в фотостудии, ясно? До или после Миранды? Здесь была другая. Что? Солидар, что за фантазии? Чё это? Точно не моё. Америка Продуксионос представляет Производство Хосея Энрике Круссельято Солидар В главных ролях Караима Торрес, Гильермо Перес, Лупита Феррер По роману Делли и Фиальо Сценарий Марицы Киршхаусен и Луиса Филиппа Альварадо В ролях Мария Кристина Лосада, Хавьера Чевария, Серхио Гальяни, Мария Анхелика Вега, Хулиан Легаспи и другие К filmmaker,我也 одни 얘ки, Солидар Марицы Курсельitas Баганя, Баганин Марицы Крюаня, Баганин Канерstag man peaceки Крюсель Д00а поmental программам White directly Солидар, колори� sabe, Крюсель Делли, Качалин Марицы Крусель action не оценивали Композитор Хорхе Тафур Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Луис Альберто Ла Мата Исполнительный продюсер Малук Русельят Мигель Ангель, что скажешь? Чье это белье? Твое? Нет, не мое Солидат, ты извини, но чье же? Именно об этом я тебя и спрашиваю Мигель Ангель Ты моя единственная любовь Не трогай меня, не смей ко мне прикасаться Я не верила, что ты на это способен Хотя все меня предупреждали Ты же клялся мне в любви Не это правда? Нет, вот доказательство Да нет же Я законченная дура Я за тебя беспокоилась Думала, что ты успокаиваешь жену А ты в это время развлекался с другой женщиной Солидат Это шутка Ты пошутила, да? Нет Нет, Мигель Ангель, это не шутка Для меня это слишком болезненно Мне сейчас не до шуток Уходите, вы не смеете здесь появляться Сеньора Какая наглость Какой стати вас волнует здоровье моего мужа Прочь отсюда Не трогайте меня Вы еще обижаетесь Разлучница испытывает праведный гнев Вы заблуждаетесь Нас с Уреллио связывает давняя дружба Не больше Я не вчера родилась Дружба мужчины с такой женщиной, как вы Невозможна Возьмите себя в руки Ваши оскорбления беспочвенны Поверьте мне Вы тоже оскорбляете меня своим появлением здесь Я молюсь за его здоровье Ваш муж не заслуживает подобных обвинений За столько лет Вы не разглядели его терпение и доброту Вы не смеете мне указывать, сеньора Я и не претендую на это Однажды вы раскаетесь И попросите прощения Поберегите силы Я ухожу Ты опять устроила сцену ревности Неправда Это ты вечно ревнуешь меня по всяким пустякам Не сравнивай нас А почему бы и нет Ты ревнуешь меня каждому прохожему А я не могу тебе и слова сказать Почему эта девица висела на тебе в больнице Я тебе сто раз повторял Она моя подруга Да? Близкая? Обычная подруга, ясно? Тебе неприятно, что моя приятельница Переживает за моего отца? Мне все равно Это ты кричишь Не хочешь ответить на простой вопрос Почему? Тебе всюду мерещится измена В чем ты меня обвиняешь? Лео, я тебя ни в чем не обвиняю Тогда давай закончим этот глупый И бесполезный спор У меня еще куча дел Мне пора идти Все, пока Не желаешь? Я это запомню И ты не забудь Пока Я ухожу отсюда Мне здесь нечего делать Нет, постой, Солидат Солидат, подожди Поверь, ты обвиняешь меня понапрасну Понапрасну? Ты хочешь сказать, что ты предал меня Изменил мне с другой А я должна молчать Я тебя не предавал, Солидат Я готов поклясться, чем хочешь Я никого не приводил в нашу квартиру Ни единой души Это твое Наверняка Не мое Солидат, ты устраиваешь скандал на ровном месте Это твое Нет, не мое, не мое Я бы узнала свою вещь Знаешь, мне знакомы твои привычки Ты врешь людям в глаза Ты легко обманываешь свою жену Так что не клянись мне в том, что это недоразумение Я тебя знаю А я хорошо знаю тебя, Солидат Ты похожа на Викторию своей болезненной ревностью У нее есть причина А у тебя? А у меня нет Это упало с неба Кто-то из ангелов потерял Держи, на память Иди к жене Она поверит в эту сказку Черт Да уж А какой разнос Лео устроил тебе в парке развлечений? Да Я задала ему вопрос А он взбесился Фатима, ты думаешь, у них... Нет, нет, нет Тем более, когда его отец в больнице Но почему его так разозлил, мой простой вопрос Я бы тоже поинтересовалась Что это за фифа рядом с ним И спросила бы об этом Я ему верю Тогда почему он взбеленился? Что это значит? Нет, нет Лео не из таких У него странная реакция Но он очень горячий, ты знаешь Я бы не успокаивалась Все мужчины одинаковые А ты бы стала сомневаться В честности Хуана? Он не такой, как все Вот видишь В последнее время он странный Но Хуан никогда не наделает глупостей Да уж Да Мне не доставили почту Пойду сама Эта новая секретарша Думает не о работе Жди здесь Я зайду Стой на месте Вернусь через пару минут Алло Это вы? Хуан, наконец-то Я беспокоился за вас Вам очень грустно Я решил позвонить Звони мне почаще У тебя же мобильный Хуан, ты мне так нужен Я тоже скучаю Хочу помочь Когда мы увидимся? Я знаю, что ты очень занят Но Я не могу без тебя Не могу Я понимаю Говори спокойно Я уже закончил Алло Что случилось? Давайте прощаться Я уезжаю по делу Я вам перезвоню И Успокойтесь Отдохните И вам сразу же станет лучше С каждым днем все хуже Я уверен, что в нападении на Аурелио Участвовали те же негодяи, что и раньше Мы все должны объединиться И дать отпор шайке проходимцев Нет Это может быть опасно А вдруг Мы их только раздразним Нет Я боюсь за своих детей У Хана уже были проблемы Солидат Возвращается затемно А еще Фатима Маменькина девочка Она всегда рядом со мной Но я мечтаю выдать ее замуж Пусть заботятся о своем муже И о детях Или пойдет работать как Антония Мне за нее тревожно Ее рвение к работе Поссорит ее с мужем Нет, не думаю Эмилио и Антония Идеальная пара Да, они иногда ссорятся Но это вполне нормально Не знаю Все мои дети стремятся к самостоятельности Он работает без выходных По субботам он помогает шефу по дому Он хочет заработать побольше для семьи Это похвально А Антония? Ей не нужна работа Муж ее содержит Но хуже всех Солидат Она все силы отдает работе Не ест Не высыпается из-за сверхурочных Из-за работы она рассталась со своим женихом Я проглинаю день, когда ее взяли в офис Сюрприз! Антония, ты? Я оказалась рядом и заглянула Молодец У меня есть идея Я закончу дела Ты меня дождешься И мы отправимся в кино Ну как, ты не хочешь? Что случилось? Я очень бы хотела Но Не могу Любимый Через час у меня важная встреча с клиентами Через полчаса кончается рабочий день Эмилио, я только начинаю Мне рано ставить свои условия Дай мне немного освоиться А как же я? Ты уходишь раньше меня Приходишь позже Да, поэтому Я и забежала к тебе Хоть на пять минут Пять минут? Встреча в офисе? Я ждал другого Эмилио Не надо Иди по своим делам Они для тебя важнее Ты у меня независимая Профессионал Но я не могу целыми днями сидеть дома Извини Но ты совсем забросила свой дом И своего мужа Неправда, любимый Я не хочу ссориться У меня и так полно проблем Пожалуйста Ладно Как скажешь Пока Привет Чина, ты откуда? Оттуда Как папа? Уходи Успокойся Меня никто не видел Это точно Папе лучше Теперь Нам остается только ждать Кто это натворил? Не знаю Понятия не имею Папа их запомнил Эти гады мне дорого заплатят Ты успокоился? Твоя киска тебя утешила? Она разозлилась, увидев тебя в больнице Ну и что? Я хотела как лучше Я не могла Бросить тебя одного Чина, ты должна была догадаться Что она придет в больницу Ты же не дура Чем все закончилось? Монашка не поверила в нашу дружбу? Она Так глупа Что ничего не заподозрит Не смей оскорблять мою девушку А я кто? Кто я? Думаешь, мне не хотелось быть с тобой? Вместо этой Придержи язычок, Чина Хорошо? Дорогой Ты опять меня побьешь? Мне нужно место в твоем сердце Оно у тебя есть Только не наживайся на моем горе Ты не видишь? Я не люблю быть второй, ясно? Не люблю Тебе нужна настоящая женщина Такая, как и я Закрой рот Ладно, как скажешь А то вдруг придет этот дуб Прости, твоя невеста Я ведь могу и не выдержать И все ей выложить Чина Не смей к ней приближаться Одно слово И тебе не жить Не жить Да? Тогда приготовься Потому что я Не намерена Сдаваться Зараза Томми Держи Это от головной боли Таблетки не помогут Не будь упрямым Выпей И все пройдет Пройдет? Сомневаюсь Все пройдет Когда Антони уйдет с работы Не переживай по пустякам В наше время Все женщины работают Я знаю Вот ты У тебя Есть время и на работу И на дом Но ты работаешь По нужде У тебя нет кормильца Да Это так Я была бы рада Найти себе Такого спутника жизни Как ты Вот Золотые слова А Антония променяла меня на работу В то время как она Нужна мне дома Почему Антония не хочет быть как все? Ей нужно время Время? Мы с ней знакомы целую вечность Она знает как важна для меня Тереса Я уже на грани Я устал от ее вечных капризов Перестал ее понимать Поговори с ней Я уже говорил Тысячи раз Но без толку Я устал Тереса Выслушивать ее бредовые аргументы Ты знаешь Что больнее всего Он обманул меня Меня Хотя до этого Я сто раз видела Как беззастенчиво Он лжет Сочиняет Изворачивается Мы все иногда лжем Даже ты Но у меня от этого Очень тяжело на душе Чара Когда я говорю неправду Меня начинает мучить раскаяние Особенно Когда приходится лгать родной матери Но я люблю его Это единственный шанс быть с ним А он Он не ценит мое усилие Затащил в тайную квартиру Первую же юбку Все мужчины хороши Мой тоже Провожает глазами все что движется Что делать? Скажи мне Ничего Ничего не делать Бросить его Когда мы влюбляемся с такой силой Это навсегда Нет, Чару У Мигеля есть жена Есть я Он будет гоняться за каждой новой барышней Я буду спокойно смотреть Нет, это уж слишком Устроим скандал Объяснись Сострой из себя дурочку То есть признать Что я забыла Какое у меня нижнее белье А ты вспомни Что это любимые трусы твоей бабушки Иначе рискуешь Его потерять Этому нет объяснения Ты не водил Миранду в квартиру? Нет У нас давно ничего нет А у нас болтают другое Делисия Уверяет, что вы заперлись в кабинете Да Но я хотел убить Миранду Понимаешь? Как она посмела показаться Викторией? Мигель Это прелестно Петух в курятнике Жена Любовница И бывшая любовница Фико, извини Это не смешно А глупо и грустно Что происходит? Стычка с Викторией Потом с Мирандой А теперь с Солидат Я кожей чувствую Что это все неспроста Я даже не знаю, чье это Точно не мое Мне малы Я понял Теперь ты должен Как Золушкин принц Примерить это на всех своих женщин Верно? Нет, Фико, извини Мне идет от смеха Ключи от квартиры Есть только у Солидат Больше там никто Из женщин не бывает Значит, это белье Солидат Но она это отрицает Но почему? Трусы дорогие Приятно пахнут Я не знаю, Фико Может быть, она просто забыла Женщины иногда Теряют контроль над собой Господи Сначала Виктория Теперь Солидат Это не одно и то же Да, Фико Из огня до в полы Неужели Солидат Еще более ревнивый, чем Виктория? Ты превзошла себя, сестренка Это настоящая бомба Интересно, как Мигель Ангель будет оправдываться Перед своей новой юной пассией Не знаю Пусть она почувствует вкус унижения Боль от измены любимого мужчины Я всегда говорила Ты страшный враг А Мигель Ангель? Что он придумает? Да ничего Как можно объяснить наличие женских трусов? Он же не знает, что ты вхожа в его гнездышко Бедняга Мне его жалко А тебе? А мне нет Он решит, что его Солидат сошла с ума Что эта деталь из ее гардероба Точно Она будет беситься от ревности А ты спокойно ждать мужа Верно Скоро он устанет с ней воевать И вернется домой Тихую гавань Вкусно пахнет Дай попробовать Нет Убери руки Я проголодался Потерпи Почувствуй, как неприятно ждать Мы до последнего ждали тебя к обеду Я надеялась, ты найдешь время Навестить дядю Новое нападение? Как нам с ними покончить? Я подозреваю Кто это? Никаких разборок Хватит нам одного несчастья Он кусочничает Вы опять начинаете? Он съел сыр Лео Это не для Лео Для всех Это его любимый сорт Хуан Привет Дочка, ты сегодня рано Поужинаешь с нами? Нет, мама А я да Помолчи У тебя неприятности? Нет Я просто устала Вот и все Расскажи ей О чем рассказать? Дочка Я не смогла до тебя дозвониться Я была в фотостудии, мама А потом на собрании Что случилось? Рассказывайте Вот где ты пропадала Твоя работа требует разъездов Сеньор Оливарес Пользуется Твоей безотказностью Дорогой Я тебя заждалась Привет Привет Ты должна быть очень устала Отдыхай Ты много трудишься Бедняга У тебя нет ни минуты покоя У тебя не остается времени ни на что Кроме своей сумасшедшей работы Хочешь выпить? Да, но я сам налью Нет, нет Не вставай Ты хозяин в доме Я все принесу Устраивайся поудобнее, любовь моя Позади рабочий день Проблемы Несостыковки Теперь ты дома С тихой Гавани Вики лучше не попадаться Она кого угодно сломит И при этом не потеряет свой стиль Она подкинула женские трусы В тайную квартиру Это гениально Что? Я разговариваю сама с собой? Прости Я задумалась Задумалась? О ком задумалась? У тебя опасное заболевание Знаешь, что тебя излечит? Сусанна, не смейся надо мной Я говорю чистую правду Рассказывай Вы встречались? Нет Он мне звонит Говорит, что очень переживает за меня Его голос полон нежности Я даже не разбираю слов Я его слушаю И на меня словно нападает горячка Смешанная С нетерпением С нервозностью У меня руки дрожат Я Я обо всем забываю Это любовь Надеюсь, твой Хуан не станет сбавлять обороты Чтобы погасить этот огонь, ему придется Немало потрудиться Сусанна Я же вижу, сестренка Ты словно 15-летняя девчонка Которая болтает с любимым по телефону А что потом? Ничего? А что мне делать? Я бы действовала А ты смотри по себе Беги к своему возлюбленному Выплесни на него огонь, что тебя сжигает Забудь о своих детях Ты заслужила шоколадку И не надо рассуждать о супружеской верности О Хорхе Потому что это Пустые разговоры Мы как раз и тебе говорили Разумеется, всякие гадости Ну что ты? Ты же нас знаешь? Именно поэтому и подозреваю Октавио, звоним? Кажется, нет Точно? Я опаздываю на встречу к нему А как же ужин? Не сегодня уж, извини У нас ужин с важными людьми Разведка, насколько меня подвела Даниэла Он еще здесь? Я думала, он ушел Мама, не надо Всего хорошего Дорогая Тебе тоже Мама, почему ты так невежлива с Октавио? Я жду посетителей Вот и все Новых клиентов Октавио недоволен, что у нас дома вечно толпится народ Свора женщин в ожидании чуда Мне плевать, что думает твой Октавио Мама Ты знаешь, что я поклялась ангелом, что буду помогать страждущим, что любой получит мою помощь Кушай, Фатима Почему Лео не пришел? Наверняка он сейчас у отца в больнице Да, но он мог бы позвонить Фатима Лео знает наши правила Кто опаздывает на ужин, ест один Или остается без еды Ну, Лео Это он Алло Да, привет Это Фатима Да, спасибо Одну минуточку Солидат Это тебя Кто? Сеньора Леварос Какая наглость Меня нет Меня нет ни для кого Тем более для него Да Спасибо Спасибо ПОЧИМУ Зачем ты связался с этой женщиной Чего тебе не хватало, скажи на милость Я так люблю тебя Все Я освободился Что случилось? Тебе плохо? Все хорошо Мама Не плачь Он поправится Его вылечит твое присутствие Я попрошу поставить сюда Вторую кровать, и ты сможешь остаться Да Я сейчас Нет Я пойду домой Но Ты говорила Я все помню Но я передумала Завтра мы придем с Лео Но, мама Что случилось? Не спрашивай меня ни о чем Ладно Хорхе отправился на ужин Давай тоже гульнем? Что? Так поздно? Нет Хорхе ничего не заметит Пригласим Хуана и Карамелло Я с ним ссорю, но это легко исправить Карамелло Забавное прозвище Догадываешься, почему? Давай соглашайся Повеселимся Я не знаю Я хочу увидеть Хуана, но Кажется, я никогда на это не решусь Лаура, хватит ломаться Ты уже не один раз выходила с ним в свет Да, днем в приличный ресторан Но в ночной клуб А вдруг меня кто-то узнает? Мы пойдем туда, где нет знакомых Я знаю пару приличных мед Только надень что-нибудь яркое Нет Это не для меня Не будь дурочкой, Лаура Ты еще молодая Ты влюблена Научись радоваться каждой минуте Жизнь дарит тебе шикарную возможность Я давно хочу тебе сказать Ты отстала от жизни Никуда не ходишь Растеряла подруг, с которыми Бегала в кино, в кафе У меня нет времени, мама Да, дорогая моя Я понимаю Ты много работаешь У тебя не остается времени Ни на семью, ни на себя Мне неспокоено Не беспокойся Это верно Моя работа отнимает много сил Но она мне очень нравится Я знаю, детка Но твой голос слишком требовательный Придирчивый Ты правильно не ответила Пусть он не звонит тебе в твое свободное время Не отвлекает Сеньор должен знать, что ты его служащая А не собственность Согласись Тебе приходится общаться с подчиненными Неблагодарная публика Чем ты щедрее и мягче с ними Тем они наглее Виктория, мне не в чем упрекнуть моих подчиненных Конечно Особенно солидант Верно? Она тебе хорошая подспорья в делах На нее тебе грех жаловаться Я уверена, что солидант Не доставляет тебе неприятностей Я очень устал Приготовить тебе ванну, дорогой? Теплая вода, пена Я сделаю тебе твой любимый массаж Нет, Виктория У меня разболелась голова Бедный мой Ну и ты ничего Твоя дорогая жена Будет любить тебя Баловать Заботиться о тебе Антони еще нет Она скоро придет Позвони домой к ее маме Нет, папа, она моя жена Ее долг быть со мной Добрый вечер Добрый вечер Привет Любовь моя Ребята Уже поздно Мне пора запевать песню Пока Удачи вам Спасибо Эмилио, я... Который час? Уже поздно Ты была дома у мамы? Нет У меня была деловая встреча Я тебя предупреждала А я тебя предупредил Что я не согласен Эмилио... Оставь этот тон Я твой муж А не назойливый ребенок Я вправе требовать внимания Я хочу хорошо зарекомендовать себя на новой работе Зачем мы поженились? Ты этого не хотела? Конечно хотела, Эмилио С каждым днем я люблю тебя сильнее Но я не только твоя жена Я живой человек Со своими устремлениями, мечтами Мне тоже хочется чувствовать себя полезной Понимаешь? Кому полезной? Только не мне Самой себе Я не могу жить в запертии, в четырех стенах Когда жизнь сужается До стояния у плиты Или у гладильной доски Эмилио, мне хочется достичь большего Большего? Того, что я тебе не даю Значит, я Лишний в твоей жизни Эмилио Эмилио Преступники чувствуют себя хозяевами в нашем районе Мам, пожалуйста, успокойся Мы ничего не знаем Папа еще не пришел в себя и не рассказал о нападении Ясно Когда он даст показания? Может, завтра Он до сих пор находится в коме Где это произошло? Какая вам разница? Избиение Вооруженное нападение на каждом углу И в этом виноваты не только преступники Вы должны начать с закрытия притона Рассадник разврата Мы делаем, что можем Но нам не хватает рук Это удар по морали Наши дети в опасности Мама Синьоры не за этим пришли Но это важно Лео Проводи маму в спальню А я провожу офицеров Мама, у тебя был трудный день Офицер Вы просто обязаны Раз и навсегда Закрыть этот грязный бордель Вы слышите? Слава Богу, что мои сыновья туда не ходят В отличие от некоторых Кого мы знаем Этого довольна Спасибо за помощь Не сердитесь на мою маму Ничего, я все понимаю Спасибо На сегодня все До встречи в больнице До завтра До завтра До завтра Диего Что случилось? Как твой папа? Ему лучше А мама? Лео повел ее спать Но ты можешь войти Нет, не стоит Мама отпустила меня С условием, что ты Согласишься проводить меня домой Проводишь? По дороге мы сможем поговорить Предупреждаю Никакого шельмовства Чего? Ты не любишь проигрывать Хватит Вам не надоело ссориться Он первый начал Кого это еще принесло? Это моя милашка Лео Не смешно Хватит Добрый вечер Эмилио А Антонио с тобой? Нет, я один Что-то случилось? Нет, нет Просто я Вы Знаете, что она работает Я сорвался И мы Поругались Начались неприятности Я хотел попросить Солидат поговорить с ней Обсудить все по-женски Я не знаю Что накатило на Антонио Да, конечно Солидат недавно пошла проведать Сокора Но я передам Я не хотел вас пугать В остальном все хорошо Ты молодец, что пришел Это наши общие проблемы Я бы поболтала с Антонио Но не могу оставить младший Конечно Простите за напрасное беспокойство Не за что Иди Доброй ночи Будь осторожен Пока Вечно с вами проблемы Ну-ка За сына я не очень переживаю Даниэла его обидела Но он это пережил Мне стыдно перед вами Я предупреждал Будь более внимательным К своим родным Предвыборная компания Не оставляет мне времени на семью У меня не хватает сил Сегодня ты сможешь отдохнуть Собрание Отменяется Поедем ко мне Выпьем Поговорим о жизни В следующий раз Лаура Обрадуется Увидев тебя дома Скорее всего Она уже спит Так рано Орхе Не забывай о родных Я боюсь Что твоя Даниэла в беде Поезжай домой К жене Обрадуй ее Своди в ресторан Твой черед открывать Нет, братец Ты тут же залезешь в мои карты Я с тебя глаз не спущу Я сама открою дверь Только не сортис Иду Кто там? Добрый вечер, сеньора Хуан дома? Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2002 год ГОВОРИТ НА ИНОСТРА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ